Хотим, конечно, этой акцией все-таки достучаться до наших жителей Никополя, до наших мужей Горисполкома, чтобы все-таки обратились к этой проблеме стерилизации. Ведь во всем мире это все происходит регулярно. Почему у нас в городе, кроме убийства животных, ничего нет абсолютно? Ориентировочная наша акция настроена. Где-то прикормленные, кто-то их любит, но так как по каким-то обстоятельствам не могут взять к себе домой, потому что своих животных валом, лишь бы не плодились, лишь бы не размножались, потому что щенки, они все оказываются на улице. Пытаемся, вот с Еленой стоим, раздаем, хорошие руки. По два щенка, помнишь, как у нас два щенка сразу уехало? Вот, поэтому своими силами, ну это капля в море, капля в море. Люди не берут животных? Не берут, они полупородистых. Мне сегодня мужик пришел, этот, Бойцовская, вот эта собачка опять. Вообще вот этих бультиков вообще выбрасывают пачками. Опять сегодня приходили люди с ошейником, худой, одна щепка, такую темную, обещал фотографии принести. Отказываются. Отказываются пачками, никто не хочет содержать, кормить и уважать. Ну я же болонечку опять подобрала. Ну вот, видишь. Обыкновенный набор машин. Бор машин. Хорошо, сделаешь это где-то в сайте. Хорошо, что никто не продает недорого. Престеризация, чтобы и в кофе немножко. Ну там будет информация, я тебе дам. Хорошо, я там все позаписывала, чтобы на сайте, если кто обратится. Вот это было. О, смотри, у нас собрались. Пускай, пускай, пускай. У меня тут своя жизнь, у нее свои комары. У нее же все хорошо. Может тут совсем. Совсем ей все равно, кто ее снимает и зачем с такими целями. Мы можем еще, чтобы Лиля приехала из Феросфона. Она же ее кормит, да. Она же так в той стороне. Да. Она так обратилась, он узнает, что это Жуля. Хоть сейчас бы иди снимай. Ну вот и говорит, нету ни камеры, ничего. Сделаем на следующий день. Мы все репортажи. Человечесные, своеобразные собачки. Очень умные. Гена, поговори, может еще какую-то собачку возьмем. Как они скажут, какой день. Чтобы снять репортаж именно по телевизору. Да. Можете еще раз ставить? Спасибо. Вы вообще такой молодец. Сейчас расплачусь. Так трогательно. Спасибо большое вам. Все будет хорошо. Здесь, да. Спасибо, что вы подкликнулись за наши копейки. Желудка. Такая девочка. Ой-ой-ой-ой. Да. Да все будет хорошо. Ну и солнце. Начали же за техноску просыпаться. Получается, как, что, где, когда? Да. Значит, наш Никопольский центр защиты животных, общественная организация, которая уже действует на территории города уже третий год, да. 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 Начинает в городе социальную стерилизацию. Это за пожертвования Никопольчан. Мы стерилизуем своими силами, своими договорами. Планируем две-три собачки в неделю. Спасибо, что вот ветеринары нашего города за наши копейки, потому что реальная стерилизация стоит намного дороже. Это мы просим 50 гривен у людей и все остальные деньги, если большое животное 150, 100 гривен доплачивает наша общественная организация. Плюс, конечно, у нас есть свой сайт в интернете, какая-то реклама, какая-то поддержка, конечно, мы тоже предоставляем свои, как говорится, возможности. Вот. И сейчас сегодня простерилизовали и вторую собачку. Собачка живет в общественном месте, да, во дворе металлического техникума. Лена – это наш волонтер, который сотрудничает с нами уже почти третий-четвертый год, да, Лена? Да. Да. Это собачка просто на деньги волонтеров, вот они 50 гривен нам собрали, плюс мы своих доложили, да, и вот простерилизовали. Дело в том, что, конечно, после операционной надо досматривать животное. Мы хотели всю эту организацию сделать летом, когда тепло, когда на улице, когда во времянке. Ну, до весны еще очень много времени, поэтому вот зимой. Лена ее досмотрит. Конечно. Лена, как зовут собачку, сколько ей год? Жулька, ну, предположительно, где-то 4-5 лет. Она у нас третий год живет во дворе, где-то она раньше живет. Она охраняет техникуму. Охраняет территорию техникума, КСК, ЗГУ, то есть весь вот этот вот ильство только наше. Она очень любит. Все любят, все ее знают, да, все кормят. Все кормят. И она… Да, одна проблемка – это регулярные щенки. Да, тем хороша, но только… Последние щенки… Шесть щенков каждый раз. Да, раздавали, раздавали. Очень тяжело. Потом даже двоих сразу у нас на пасеку уехало. Помнишь, два щенка? Поэтому, единственное, вот это маленькое… Если каждый вот так свою собачку простерилизует… Я не говорю, что все сразу получится, но по крайней мере… Хотя бы те, которые не присмотрены… Хотя бы те, которые не присмотрены… Да, сократим количество бездомных животных. Неконтролируем мы вот эти связи, надо пресекать… Ну и, конечно, мы… Наша организация общественная планирует простерилизовать 10-15 собачек за свои деньги, что потом произойдет. Нам, конечно… У нас просто не будет столько денег, мы не потянем весь город. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то поможет. Да, очень много желающих. Вот на сегодняшний момент у нас уже расписано почти полтора-два месяца. Это одно-два животных в неделю. Ну, нас надолго не хватит, люди просят еще котов. У людей просто нет денег, понимаете. Реальная стерилизация городской ветеринарии стоит 350-400 гривен. У людей нет таких денег, поэтому мы, как сможем, будем помогать людям. Ну, хотелось бы, чтобы на нашу акцию откликнулись люди, не безразличные к этой проблеме бездомных животных, и помогли нам. Ну, вот наш телефон есть на этом самом благотворительный фонд нашего приватбанки. Да, тоже. Если кто захочет, пожалуйста, откликайтесь. Будем только рады. Только рады, да. Потому что проблема есть, она осталась. Строительство приюта приостановлено. Что будет дальше, нам непонятно. И как-то оно все... Все зависит только от гаража. Да. И, конечно, хотелось бы, чтобы городские власти на эту проблему посмотрели более реально. Придет лето, придет весна, появится опять большое количество бездомных животных на улице. Начнутся покусы, издевательства над животными, от травления, да. Как в общественных местах. Животные погибают на глазах у людей, на глазах у детей. Эти расчлененки, конечно, не дай бог. Так что вот такая у нас организация, вот такие у нас акции. Спасибо. Спасибо.